На остановках, расположенных на Бориса Маслова и Мытны, сегодня пассажиров встречают полупустые каркасы павильонов. Это при том, что новые панели из закаленного стекла здесь установили недавно. Сотрудники ДЭПа рассчитывали, что верой и правдой остановки прослужат долго. Однако гарантийный срок эксплуатации проверить так и не удалось. Всему виной вандалы. Данная проблема существует не первый год. Остановки были устроены в период с 2020 года по 2021-2022. И значит на протяжении всех этих лет мы сталкиваемся с проблемой вандализма в отношении данных остановочных пунктов. Бьются стекла регулярно. Данная проблема приносит значительный ущерб. На это тратятся бюджетные средства. Стоимость одного стекла составляет порядка 550 рублей. Плюс затраты на транспортировку рабочих, на установку стекол. К сожалению, сегодня остановочные пункты так и остаются излюбленным местом хулиганов. Чего только с ними не вытворяют. Ломают скамейки, разбивают стекла, срывают навес, пробивают поликарбонатную крышу, рисуют граффити. И ущерб после таких выходок в каждом случае различен. На проектирование и на установку данных остановочных пунктов были затрачены также большие средства. Данные остановки проектным решением пытались включить в общий вид города. То есть данные остановки вообще очень красивые. Но уровень воспитания наших граждан и, может быть, их детей в большей степени оставляет желать лучшего. Чем больше город, строители, проектировщики стараются для людей, тем больше финансовые потери несет бюджет. Как сегодня обезопасить остановочные павильоны, которые не только идеально вписываются в архитектурную составляющую города, но и выполняют свою непосредственную функцию. Укрывают горожан от дождя, ветра или солнца во время ожидания общественного транспорта. Вопрос, который из года в год возникает. У руководства ДЭПа на этот счет свои планы. Для предотвращения в дальнейшем случае вандализма, наверное, можно было бы подумать о какой-то системе видеонаблюдений на остановочных пунктах, которая, в принципе, уже на некоторых остановочных пунктах города Бреста присутствует. Примером этому может являться остановочный пункт на партизанском проспекте, на котором установлено видеонаблюдение. И сигналов по вандализму в ДЭП не поступало, и остановка стоит и служит, и радует глаз. У вандалов руки чешутся, чтобы сотворить недобрые дела. И, к сожалению, это чаще всего делают подростки. Их брава, да и молодецкая удаль порой зашкаливают. Скорее всего, подростки не знают, куда себя деть. Надо их как-то приобщать к труду. Ну, их же не споймаешь, когда они это делают. Может, они ночью делают это, когда уже люди отдыхают. Я думаю, что это воспитание. Я думаю, что это отражение того, что, может, внимания не уделили, может, не было возможностей кому уделить внимания. Что делать? Моха занимается тоже этим вопросом. То есть, чтобы решить эту проблему и узнать, почему возникает эта проблема. То есть, если же это действительно ломают подростки, то надо как-то вот в этом направлении заниматься, действительно наказывать, чтобы как-то выплачивали, чтобы точно так же было деньги на восстановление той же лавочки, той же крыши. Тогда, может быть, что-то и поменяется. Ещё одним ярким примером своеобразного вандализма является стихийная свалка на улице защитников Брестской крепости 12. Здесь, рядом с контейнерной площадкой, установлен контейнер для крупногабаритного мусора. И именно в него выбрасывают всё, что придётся – строительные материалы, ветки, бутылки. Мусор накапливается за несколько часов, а после выходит из берегов и создаёт свалку. Вот яркий тому пример. Вы её даже не забросьте, наверное, туда. Может быть, поставите рядышком. Ну, так бывает. Всё, я поехал. Подождите. Не надо наснимать. Всё, спасибо большое. Спасибо. Всё. Мы всё поняли. Периодичность вывоза вот этих контейнеров, всех установленных, она разная на самом деле. Как правило, контейнеры стоят вблизи контейнерных площадок. Вывоз контейнерных площадок, как правило, ежедневный. Поэтому наш персонал, в принципе, даёт знать при наполнении контейнера, и мы можем по факту его вывозить по необходимости. Ну, самыми, скажем так, наполняемыми местами являются вот защитник отечества 12, Скрипникова 103, Малогвардейская 13, Московская 267-1. Вот это, скажем так, те места, которые, ну, в частности, защитник отечества 12 мы вывозим два раза в день. К сожалению, оно происходит спонтанно, и не всегда можно следить. Машина может здесь вот на площадке поработать утром, да, и мы не будем иметь информации по заполненному контейнеру. Поэтому мы в любом случае вечером сюда приедем. Но, может быть, и такие ситуации, когда вечером он переполнен, и ещё приезжает вторая машина непосредственно, потому что снимается вот эта шапка, которая сверху, и всё, что рядом лежит, и тогда уже получается у нас, ну, такая более ёмкая работа в этом плане. У людей близлежащих домов много претензий к предпринимателям, которые, как воры в ночи, привозят мусор из рядом расположенных районов и буквально под завязку забивают контейнер. И это вместо того, чтобы преодолеть чуть большее расстояние и бесплатно отправить мусор в пункты приёма Брестского мусороперерабатывающего завода. Данный контейнер стоит для населения. Нередко этим контейнером пользуются индивидуальные предприниматели, юридические лица. И это, конечно, дополняет приличный объём на самом деле. Поэтому где-то, когда приедет население, он может быть уже переполнен. По факту, скажем так, несвоевременного вывоза или что, или как образуется свалка, да, я говорю, вот эти контейнеры, они заполняются стихийно. Он может простоять полдня пустой, а потом в течение двух часов он может быть заполнен настолько, что его будет невозможно вывезти. Уборка мусора и порядок в городе – не только забот и работа коммунальных служб, ответственных за уборку мусора. Этот вопрос требует и внимания, и участия горожан. «Бутылка, да, там пакеты, картон, ну всё вместе как-то, ну не то. Очень неприятно. Вы знаете, особенно когда в выходные дни, ещё в рабочие, ещё более-менее. А в выходные здесь настолько занимают два места, ну как вот машины ставят, и два места занимают. И мусора кругом, и вот это, и тут, и коты, и чего только тут нету. Плохо, очень плохо. Тем более, вроде бы как и милиция рядышком, и машины тут всё ездят. Плохо, конечно». Свалки, сломанные остановки – всего бы этого не было, если бы мы относились ко всему бережно. «Кто виноват в этих двух таких непохожих и одновременно похожих ситуациях, и кого наказывать? Ответ на этот вопрос очевиден. Виноваты мы, люди. Именно мы разрушаем остановки и создаём мусорные свалки. И только мы должны за это отвечать. Не навреди, не разбей, не мусори. Если каждый из нас будет придерживаться этих постулатов, город избавится от проблем подобного рода». Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович. Специально для программы «Итоги недели».